Пандемия изменила привычный образ жизни во всём мире. Но даже коронавирус не смог помешать капитал шоу-полю чудес выйти в эфир. А что бы ни случилось, мы с такой пережили в своей жизни, переживём и это. Карантинные выпуски телеигры вызвали всенародный хайп и целую волну мемов. Программа, которая в этом году отмечает 30-летний юбилей, до сих пор держится на плаву. Бодрится её бессменный капитан Леонид Якубович. В чём же секрет эффективности вечного двигателя российского телевидения? Давай, мы хоть узнаем, про что мы играем. Первый выпуск телеигры «Полю чудес» вышел на экраны ещё в СССР 26 октября 1990 года. Главным её создателем считается Владислав Листьев, звезда перестроечного телевидения и один из ведущих сверхпопулярной программы «Взгляд». Изначально идея сделать советскую телевикторину нового образца осенила журналиста Анатолия Лысенко. Глава молодёжной редакции Центрального телевидения взял за основу американское шоу «Колесо Фортуны». Игра, в которой обычные люди отгадывают слова, вращая барабан, появилась в эфире ещё в середине 70-х годов. Бея, Чайна. Телекомпании «Вид» не удалось приобрести права на этот формат и было решено сделать собственный проект. Начинаем новый цикл передач «Капитал-шоу. Поле чудес». Название для него Листьев взял из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик». Таким образом была продолжена славная традиция российских ремейков. Ведь Буратино в оригинале был «Пиноккио». Когда-нибудь я действительно стану настоящим мальчиком. Многим журналистам название шоу казалось глумливым намёком на недалёкость участников, а то и всей аудитории. Как известно, сказочное поле чудес находилось в стране дураков. И всё же, несмотря на скепсис и критику, проект поставил рекорд долгожительства. Мы вас ждём в следующую пятницу. Ведущим планировали сделать актёра Игоря Угольникова, но тот предпочёл работу в комедийном шоу. И тогда место за барабаном занял харизматичный Листьев. Козырем программы была её демократичность. В игру приглашали детей и взрослых, представителей всех социальных слоёв и профессий. Основным стимулом было не столько проверка эрудиции, сколько возможность заработать и получить ценный приз. Несмотря на бешеную популярность шоу, Листьев оставался в должности ведущего всего один год. Его интересовали более интеллектуальные проекты и новые карьерные достижения. Вторым лицом проекта стал человек, без которого сегодня невозможно представить бренд поле чудес – Леонид Якубович. Инженер, КВНщик и сценарист сильно волновался, проходя кастинг на шоу. Не меньший стресс он испытывал и во время первых съёмок. Ещё бы! Ему предстояло заменить Листьева, которого обожала вся страна. Но Якубович справился. Уже после пары-тройки выпусков он сам превратился в народного любимца. Ты достойная замена. И трудись, и веселись. С нами радость уделись. Образ мудрого, ироничного добряка и отличные навыки импровизации помогли ведущему создать самый узнаваемый образ российского телевидения. Вот теперь меня точно никогда не выписывался. И все пародии, насмешки и упрёки только работали на его живучесть. И в суперигре разыгрываются Лада Калина. У вас патриот. И, наконец, суперприз – автомобиль! Важную роль также сыграл акцент на самих участниках. При Якубовиче угадывание слов стало лишь фоном для весёлого народного балагана. Игроки пели, плясали, выпивали и закусывали, показывали фокусы и передавали бесконечные приветы родным и близким. Вон я тебе спорю чудес, привет, передаю. Привет. 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 Вокруг шоу сложилась своеобразная субкультура. Якубович оказался неутомимым генератором крылатых фраз и приколов. Которые мы сегодня называем мемами. Да ладно! Не отставали гости студии. На Ютюбе можно найти огромное количество эпохальных выступлений фриковатых участников викторины. Ну и, конечно, нельзя забывать о важном элементе культа – легендарном музее поля чудес. Поток даров, которые несли своему кумиру благодарные игроки, не иссякали годами. Так мне нравятся ножки, дядяка! За время существования шоу скопилось несколько тысяч удивительных экспонатов. Среди них статуя Будды с малосольными огурцами внутри, кусок асфальта с детским рисунком и скульптура из высушенного навоза и, конечно же, многочисленные изображения верховного жреца телекульта – самого Якубовича. По мотивам шоу выпустили несколько компьютерных игр. Первая из них появилась в 93-м году и до сих пор популярна среди гиков. Боже мой, какие воспоминания! Авторы поля чудес регулярно пытались взбодрить рейтинги при помощи нестандартных ходов. Один из эпизодов якобы снимался в Африке. Но, как выяснилось, все его участники, а также зрители в студии, были студентами Российского института дружбы народов. Многолетний отбор двойников ведущих канала ОРТ увенчался еще одним безумным выпуском. Другую серию снимали в Нью-Йорке. Одним из игроков был знаменитый экстрасенс Анатолий Кашпировский, который, увы, не смог распознать содержимое черного ящика. Я давал вам один миллион рублей, вы отказались. Мы так решили, пусть что-нибудь напоминает вам о России. Возьмите, Антон Михайлович. Ну а вершиной абсурда стало участие в капитал-шоу латексных двойников российских политиков. Герои сатирической программы НТВ «Куклы» появились в гостях у Якубовича накануне президентских выборов 96-го года. Вполне предсказуемо супер-игру в том выпуске выиграл фейковый Борис Ельцин. Для этого ему надо было угадать слово из одной буквы. Что это за слово? Кто станет президентом России? Я, понимаешь, это слово произносить сейчас не буду. Я мог бы сказать «я», но пусть это послезавтра скажут все россияне. Шли десятилетия, а рейтинги «Поле чудес» продолжали радовать руководство российского телевидения. И вдруг неожиданно для всех число критиков неубиваемой программы присоединился сам ее ведущий. В 2018 году выступление Якубовича в программе Максима Галкина шокировало верных поклонников «Капитал-шоу». Девять взрослых человек с образованием полтора часа или два часа всерьез на глазах у всей страны по буквам угадывают слово. Это диагноз. 30 лет уже. Многие зрители восприняли эти слова буквально, решив, что циничный ведущий считает их идиотами и шизофрениками. Другая часть аудитории заговорила о скором закрытии проекта. Сам Якубович заявил, что журналисты раздули скандал на пустом месте. И вскоре совершил новый информационный вброс. Откровения шоумена о судьбе продуктов, которые привозят на игру участники, произвели фурор в СМИ. Ах, как же. Вас интересует, куда девается вся жратва на этой передаче. Правильно? Образ массовки, яростно сметающий с барабана пироги, конфеты и бананы, сильно расстроил фанатов викторины. Особенно впечатлительные деятели культуры потребовали немедленно закрыть шоу «Отупляющие массы». Но, как всегда, скандал лишь подлил масло в огонь популярности программы. А Якубович мужественно выслушал все упреки и остался на боевом посту. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа Пятница! Видимо, он давно уже научился абстрагироваться от своей роли доброго телеволшебника. По словам телеведущего, он не видел ни одного выпуска собственной программы. Я не знаю, что с этим делать. Глобальный кризис только простимулировал креативность авторов «Поле чудес». Обновленное шоу вернулось на телеэкраны в самый разгар карантина. Зрители в студии заменили желтые надувные шары со смайликами. В пустом зале раздаются аплодисменты и выкрики «Бери приз!». Это жутковатое зрелище, напоминающее о сериале «Черное зеркало», всколыхнуло благосферу. «Поле чудес» еще раз доказало, что это лучшая передача. Это я играю в монополию со своими воображаемыми друзьями, которые появились после недели самоизоляции и делаю вид, что у меня все хорошо. Мой приз уходит сюда. Даже в эпоху пандемии Якубович остается суперзвездой для тех, кто не может отказаться от телевизора. И барабан «Фортуны» продолжает вращаться на зло хейтерам, снобам и апокалипсису. Субтитры создавал DimaTorzok Ты тоже ностальгируешь по полю чудес и поражаешься нескончаемой энергией Леонида Аркадьевича? Тогда не забудь подписаться на наш канал. Ставь лайк, жми колокольчик и жди новых убойных видео о 90-х и 2000-х. Самое годное еще впереди. Субтитры создавал DimaTorzok